Здравствуйте! Меня зовут Алиса Корт и я рада приветствовать вас в гостях у Алисы. В 2013 году наш проект пополнился новыми героинями. Каждая из них имела вопросы личностного характера, которые хотела решить с помощью проекта. Кто-то отнесся к этому очень серьезно, кто-то как к игре, кто-то как к приключениям. Результаты у всех разные. В цикле телепрограмм «Чудесное я» вы увидите, как с помощью специалистов проекта в гостях у Алисы менялись наши участницы и их жизнь. Еще больше инструментов, еще больше универсальных рецептов счастья для каждой из вас. Наша героиня решилась поменять место жительства, преодолела неуверенность в себе и уже на новом месте, смогла найти себе интересных знакомых и занятия по душе. Проявить себя в нехарактерной ипостаси. Позволить фантазии вылиться за границы привычного восприятия. Вот что такое фотосессия с Иваном Озеровым. Павел Сингин и Анжелика Колобаева вновь удивляют своим творчеством и мастерством. Они сделали из нашей героини настоящую лесную фею. Ольге мы предложили показать образ феи леса. Мы хотели, чтобы она поняла, что в ней может сочетаться одновременно гибкость, красота, женственность и такая природная сила. Желания и мечты сбываются всегда. Главное четко понимать, чего же ты хочешь на самом деле. Если этого понимания нет, не жди от жизни многого. Лишь поняв и приняв свои истинные намерения, ты получишь все, что хочется. Елена Макота как специалист по личной эффективности поделилась рекомендациями. Успешно и быстро достигать поставленных целей, получать удовольствие от нового опыта, расширить круг знакомых и приобрести дополнительные профессиональные навыки. Эксперимент, который ждет нашу героиню. У Ольги большая внутренняя мотивация меняться, становиться лучше. И здесь очень важно Ольге определиться, кем она хочет быть и что она хочет, в каких сферах она хочет получить лучший результат. И как только она в этом определится, нужно не использовать два основных тормоза к пути достижения целей. Это оправдание обвинения. И очень важно не использовать такие ярлыки. То есть я такая, я не умею, я плохо общаюсь. И когда Ольга определится с тем, что она хочет, она это и получит. Тренинг личностного роста стал для меня своего рода завершающим этапом. на пути достижения к заветной цели. Я очень довольна, что смогла посетить тренинг. Тем более, что результат уже заметен. Многие несбыточные мечты стали вполне достижимыми целями. Вся наша жизнь – игра. Если к жизни начинаешь относиться как к увлекательной игре, начинаешь выигрывать. Самое главное – определиться, ты играешь или тобой играют. Оля, при знакомстве она создает впечатление тактичной и уверенной девушки, которая знает, чего хочет от жизни и идет к своей цели. Однако на игре открылось, что в этот сильный и цельный образ верят все, кроме нее самой. Присутствовала и вредная привычка – искать недостатки в себе, ожидать подоха от других. Очень рад, что Оля пришла к пониманию важности самой переключаться на позитив. Прямо-таки учиться думать о хорошем. Мотивация, с которой она пришла на тренинг, была окрашена скорее негативно. Воедино переплетались боль и надежда. Внутренний посыл был таким – я хочу больше для себя. Но главный инсайт игры заключался в следующем – важно находить радость именно в общении с другими людьми и в помощи им. И тогда мир начнет одарить подарками. С самого начала мне пришлось пересмотреть многие убеждения и цели, научиться отличать истинное от ложного. Переходя с одного уровня на другой, я замечала, как ход игры точно отражает мое внутреннее состояние и реальные ситуации в жизни. Что-то было для меня ожидаемым, а что-то совершенно неожиданным. Но я смогла получить ответы на свои вопросы и найти скрытые внутри меня ресурсы. А это главное. Сохранять нужное и вовремя избавляться от ненужного – вот простой рецепт счастья. Илья Сколот, основатель движения Fly, гарантирует, что после прыжка выступает волшебное состояние всемогущества. И именно это состояние предстоит почувствовать нашей героине. Прыжки с крыши дают особое ощущение свободы, легкости, где ты получаешь большое количество адреналина, что исключает из твоей жизни искусственные стимуляторы, алкоголь, наркотики. Оля, я считаю, что ей нужно прыгнуть для того, чтобы понимать, что делая шаг куда-то, ты уже никуда больше не сдвинешься и не имеешь права сойти с этого пути. Это ужасно. Это ужасно. У меня трясутся ноги. Все. Прыжок для нее с крыши будет этот самый шаг туда, наружу. И она поймет, насколько это все хорошо. Просто не бояться делать эти шаги и идти вперед, и выше, и дальше. Я долго сомневалась, что смогу сделать это. С детства я боялась высоты и до последнего момента была уверена, что мне не под силу совершить прыжок. Никакие ощущения, пережитые мною раньше, не смогут сравниться с чувством полета и неограниченной свободы. Как будто открывается второе дыхание и появляется вкус к жизни. Я думаю, каждый, кто пережил подобное, согласится, что после полета жизнь меняется раз и навсегда. Шоколадный мастер-класс Шоколадный мастер-класс – как настоящая медитация. Ведь на плитку шоколада можно загадать желание и во время приготовления наполнить нужной энергией. Шоколад – пища богов. А если за его приготовление берутся такие богини, то у мужчины просто нет шансов. Сегодня мы с Ольгой приготовим настоящий чудесный шоколад. Для этого мы его растопили в специальной ванночке. Берем вот такую силиконовую форму, с помощью которой мы сможем исполнить любую нашу фантазию. И сегодня наша фантазия – это золотой и серебряный шоколад. Я тебя люблю! Шоколад у нас уже готов, поэтому сейчас будем наливать его в форму. Хорошенько заливаем. Миндаль придаст нашему шоколаду особую пикантность. А в эту плитку мы добавим особую кокосовую стружку. Мы за нестандартное решение, поэтому кокосовая стружка у нас зеленого цвета. В шоколаде будет оттенок благородной зелени. Ставим форму в холодильник на 20 минут. Вот какие красивые плитки у нас получились. А сейчас Ольга самостоятельно позолотит и посеребрит плитки с этой мощной надписью. Будем работать над привлечением любви и в жизнь. Наша героиня сегодня попробовала себя в роли настоящего шоколаде. Мы с ней изготовили волшебную плитку. И надеемся, что она поможет ей выражать свои чувства и эмоции открыто. Мне понравилось, что мы пофантазировали и сделали шоколадки особенными, как я сама. Думаю, близкие оценят мои старания. Новое место жительства предполагает новую работу. Сергей Рад, селфмейдер, официальный партнер нашего проекта, предоставил Ольге место в одной из своих компаний. Поставленные задачи в ходе этого эксперимента получают удовольствие от нового опыта, расширить круг знакомых и приобрести дополнительные профессиональные навыки. Когда ты находишься в ладу с самим собой, ты находишься в ладу со всем миром и со всеми людьми, которые тебя окружают. Когда ты настроен гармонично, все вокруг также настраивается гармонично. Только когда ты подружишься с своими страхами и перестанешь жить чужой жизнью, изменения не заставят себя ждать. Ты почувствуешь, как ты заряжаешься какой-то сверхъестественной силой, какой-то бешеной харизмой, когда ты начинаешь жить своей жизнью и встаешь на свой путь. Если ты не хочешь соответствовать чужим выдуманным стандартам, если ты хочешь жить своей достойной жизнью и, что самое главное, зарабатывать свои достойные для тебя деньги, просто будь собой и открывай свой внутренний потенциал. Именно это я и наблюдаю с участниками проекта «Оживаем». Когда люди встают на свой путь, но тот, кто дошел до конца, тот победил. Поэтому идите до конца. Та работа, которой мне приходилось заниматься последние несколько лет, не приносила мне удовлетворения. Тем не менее, я не спешила сменить ее. Мне казалось, что уже поздно чему-то учиться, останавливал страх перед неизвестным. Я благодарю Алису и специалистов проекта за внимание и проделанную работу. Мне очень понравилось участвовать во всех мероприятиях. За время проекта я многое поняла. На многие вещи удалось посмотреть совсем с другой стороны. Сейчас я наметила для себя ряд целей, которые постепенно осуществляются. И я очень рада, что я стала шире смотреть на мир и научилась радоваться жизни. Чудеса — это ежедневная работа личности. Помните об этом. Позволяйте себе быть свободными. Позволяйте себе перемены. И тогда все чудеса, о которых вы мечтали, придут в вашу жизнь. Всего вам светлого!